Всех приветствую, друзья, на связи Данки. Возвращаем рубрику «Лучшие реплеи подписчиков». На этот раз смотрим бой конфетерации на конфетерацию, но перед тем, как комментировать сам бой, расскажу, как отправить мне реплей, потому что уже предчувствую, что будет много вопросов, как отправить реплей, вот у меня есть интересный бой и так далее. В описании будет ссылка. Первая — это форма, по ней можно отправить видео. Перед тем, как заполнить форму, вам надо снять видео самому в игре, аккаунты, если что, чужие не беру ни в коем случае, и даже если я когда-нибудь возьму аккаунт, только чтобы его сбросить. И запомните, я никогда не помогаю продавать аккаунты через себя или вообще как-то там способствовать этому на канале опубликовывать информацию, потому что бывали случаи, когда от моего имени пытались у людей свистнуть аккаунт. К чему это? К тому, что надо зайти в игру, отснять качественный реплей, не дергая камеры лишний раз, показывать интересные моменты, пропускать скучные моменты, убрать водяные знаки всякие с экрана по типу до рекордер, там омлет аркада и тому подобное. Чтоб была вот только четко красивая картинка в 720p это качество видео и не менее 30 кадров в секунду. Вот такая вот запись, у нее шанс того, что она будет опубликована на канале, достаточно высокая. Вот, вы записали видео, сохранили все на телефон, далее вам надо его загрузить на Google диск или, к примеру, Яндекс диск. В общем, надо воспользоваться облачным хранилищем, куда вы загрузите свои файлы далее, чтобы я смог их скачать. Сохраняете эту ссылку и после этого уже идете по форме, заполняете все поля, которые там указаны, за какую фракцию вы играли, почему бой не интересный, ссылка на Google диск с видеофайлом, ссылка на скриншот из боя. Делать его надо не нарезая из видео, а прямо-то из реплея, чтобы картинка была не замазана, чтобы ее можно было использовать для того, чтобы сделать превью. В общем, это на самом деле все не так просто. Просто взять и опубликовать видос, которым плохое качество и тому подобное, это точно не будет такого. Вот. И поэтому, на самом деле, задача такая. Минут 30-40 надо человеку потратить, чтобы отправить качественный реплей. Если бой хорош, что он будет опубликован, то этому человеку я отправляю промокод на 40 обычных карт умений командиров. То есть синие карточки умений командира за одно опубликованное видео на моем канале. Это, сказать, моя благодарность. Ну и тоже, на самом деле, интересно посмотреть иногда, как играют другие игроки, и игроку приятно посмотреть, когда комментируют его бой. Вот. Это вступительная часть. Я надеюсь, к этому вопросу мы будем теперь нечасто возвращаться. Вот. И теперь можно прокомментировать сам бой. Бой мне прислал мой подписчик. Прошу прощения, никнейм не запомнил. Я прям сходу открыл видеоредактор, начал комментировать. Вот. В общем, здесь бой констерации на констерацию. Играет наш автор против медалистов каких-то, как он написал, почему этот бой интересный. Карта Сектор Мусорщиков. И, как мы видим, здесь реально игроки и их оппоненты играют достаточно сыграно. Один производит тяжелых штурмяков, зевсов, молотов. Второй поддерживает в авиации. И, в итоге, они пытаются пробить базу оранжевого игрока. Оранжевый игрок — это напарник нашего автора. Автор фиолетового цвета. Как видим, использует буст на золотую разведку автор, чтобы быстрее добраться до базы своего напарника и спасти ее. Вот. Также, кроме зеленых вертексов от верхней правой базы, игрок сверху слева успел еще сделать при этом приличное количество истребителей. В общем, атака у них, на самом деле, была достаточно мощная. Тут еще зеленый подключается. И вот, там, пару зевсов, которые отвлекают на себя фиолетового игрока, дабы он не помогал оранжевому спасаться. Там, синий, по идее, должен был его добить. Но, как видим, здесь наш автор был подготовлен к такому моменту, потому что я видел, что зеленый игрок, кроме как стремителем, ничего не делает, никак не помогает своему товарищу, иначе у него тоже должна быть леноземка. Или он выходит вообще только в одной игре, а через четвертый уровень штаб играет. Вот здесь, в итоге, потерял зеленый игрок тризевсом, плюс несколько истребителей. Но пробиться через оборону фиолетового игрока он не смог. Вот. Тем временем, на оранжевой базе вижу много построек новых, в мини-карте видно. Вот. В режиме патрулирования катаются юниты, вертексы разведывают территорию, смотрят, что никого нету. Вот. И просит фиолетовый игрок, так как у оранжевого есть истребители, разведай, пожалуйста, базу наших оппонентов. Вот. Ну, мешает ему это сделать, он отвечает сейчас, в итоге сбивает истребители на своей базе, но в итоге аэродром теряет, потому что прилетают еще три истребителя от зеленого игрока. Вот. Но дороговато выходит, уничтожить аэродром. Я подзабыл какие-то ранги, восемнадцатый вроде бы. На восемнадцатых рангах, учитывая, как долго летал вертекс оранжевого игрока, он может успеть восстановить аэродромы. То есть, они потратили около семи истребителей, чтобы уничтожить один аэродром. В итоге истребители свои потеряли, а аэродромы становятся, ну, как бы, размен крайне невыгодный получается. Это огромная ошибка от противника, нашего автора. Вот. Видим, что фиолетовый игрок производит наземную технику, он авиацию не производит, ну, потому что немного бесполезно. Все летают, у всех тайфуны есть, а тут Зевс-Иград такая мощная пачка. Накрывает Зевса пехоту. Тяжело, что маяков очень быстро их уничтожает, но с другой стороны, как мы видим, и сейчас, походу, зеленый игрок все же пробивается, но вот сейчас сдают еще залп грады. В итоге пехота уничтожается, но все же зеленый игрок продавливает фиолетового игрока. Это наш автор. Плюс вертекса поддерживают. Сейчас будут уничтожены последние, там, три града. Тайфуны останутся голые и придется, походу, фиолетовому игроку отступать к себе на базу. Ну, вроде бы, как, ну, надо было отступать, наверное. Смысл разменивать пару пехотинцев и Зевса на три града. Ну, может он надеялся, ну, заказ, но заказа не было. Все же минус нашего автора и его напарника то, что они не используют тяжелую пехоту, потому что стираться на федерацию, она достаточно эффективно может использовать тяжелую пехоту, потому что Тиро Девса. Он играет не только через технику, ну, чуть-чуть штурмовиков еще делает, ну, в основном это Зевс, Тайфуны и Града. Вот, ну, в общем, решил выйти тоже для стримителей фиолетовый игрок. Использует он бустами снабжением. Сам он на третьем уровне штаба, 80 кого. Настраивает себе еще какое-то здание, электростанция, не хватает ему электроэнергии. Вот, и пока затишьем. Разведка от оранжевого игрока. Здесь видно, что, что здесь видно, да что третий уровень штаба. Два завода под молот, один под Девса, ну, один из них под Девса. Вот, ну, в принципе, синий игрок не изменил своей тактики. Сейчас оранжевый допускает ошибку, знает, что противник его активность полетовят, но ему как-то повезло, что вертекс его не смогли перехватить. В итоге даже получилось наоборот хорошо для оранжевого игрока. Он сбил все синие вертексы, при этом потерял всего два своих истребителя и еще немного продамажил зеленых истребителей. В целом, ну, казалось бы, допустил ошибку. Сейчас его там точно очень быстро уничтожит его истребитель, но, как видим, в итоге все равно он вышел победителем в этой ситуации и это очень даже неплохо. Как, ну, тем временем уже фолк его у фиолетового игрока. Штаб пока лучшого отца не будет, там что ресурсов не хватает, но фиолетовый игрок понимает, что ему сейчас... Ну, игроки, я думаю, все понимают, что друг друга они пробить не смогут, они уже как-то забуксовали, пробить друг другу базу не могут. Здесь уже надо переходить, наверное, на следующий уровень штаба, выходить в щит или же еще что-то интересное. Вот здесь, смотрите, опять же, оранжевый игрок отлично сбивает истребители у зеленого, в очередной раз показывает хорошую игру вертексами, сейчас остаются Зевсы без тайфунов, потому что синий игрок, наверное, надеялся на истребителя, на свои, на своего напарника, и в итоге он сейчас всех потерял, и Зевсы отступают. Да, прошу прощения, здесь четвертый уровень штаба, все же я думал, что это четвертый, но что-то там я как-то показал, что это был третий. Проблема в том, что в видеоредакторе маленький экранчик, и я вижу все достаточно мелковато, вот, поэтому определить точно заводы не могу, уж как выглядит четвертый уровень штаба я точно знаю, вот, но здесь не особо видно. В общем, как видим, еще фиолетовый игрок подключается, они выпиливают заводы Зевсов к синему игроку, и это прям тоже звоночек для команды с противником, потому что, ну, четвертый уровень штаба хорошо, щит хорошо, но он сейчас потерял два завода, суммарно, которые стоят около, там, сколько, 180, потом еще 210 вроде апгрейд, потом еще 290, и вот так еще на два умножить, там просто огромное количество ресурсов было потеряно, при этом стремители у автора и его напарника остались, они продолжают наносить урон своим оппонентам, сейчас атакуют армию синего игрока, уничтожают ему Зевсы, прилетают зеленые вертексы, но они как-то мимо пролетают каждый раз, еще попадают под тайфуны, тайфуны, конечно, перед этого игрока были не разложены, но тоже какой-то урон был, хотя бы они отпугнули стремителя противника, сейчас еще уничтожается Зевс синего игрока, и продолжается воздушная атака, и еще один Зевс раздамажили, ну, надо добить, наверное, но я бы не стал рисковать, потому что зеленый игрок уже может опять вылететь напрямую, и все же сбить истребителя, он же достаточно неплохо нанес урона синему игроку, сейчас еще уничтожается завод спецмашин первого уровня, который производил тайфун, уничтожается строящийся завод, который улучшается то ли до второго, то ли до третьего уровня, пока он строится, у него брони маловато, можно как раз-таки очень быстро, эффективно уничтожить, ну и получается, что сейчас на четвертом уровне штаба играет как минимум фиолетовый игрок, я думаю, уже и оранжевый тоже вышел ближе к четвертому, и они как минимум в два завода зевсов этого игрока должны продавить. Сейчас будет только вопрос, чем занимается игрок зеленого цвета, потому что кроме как его истребители на карте ничего не видно, у него тоже должна быть какая-то армия, и какая-то армия мне пока непонятно, но как видим, вырывается. Оранжевый игрок на базу к синему, где-то у него был щит здесь, но он его не активирует, то ли он его потерял во время боя, то ли он про него забыл. Ну вот что-то мне подсказывает, что мы этот щит еще скоро увидим, но увидим его очень поздно, когда уже от армии синего игрока ничего не останется. Вот, еще вертексы подлетают, уничтожают, ну не уничтожают, дают залп по пачку зевсов, наносят огромное количество урона, нет, все же щита не видно, видимо щит уничтожили вертексы, и я это то ли не заметил, то ли не показали, ну скорее всего я не заметил. Ну и как видим, пробивается база синего игрока, вертексы от зеленого пытаются спасти своего товарища по команде, но там разложены тайфуны на холме, причем от фиолетового игрока, вот, плюс вертексы на подлете тоже перехватывают истребители зеленого цвета, и у синего игрока шансов, кажется, вообще не остается, вот, но пока что затишье небольшое, закончили зевсы, потому что вертексы, хоть и были сбиты оранжевым игроком, но зевсы-то закончились и добивать базу нечем, к сожалению. Так, и показывает нам автор базу своего напарника, показывает свою базу, видим некоторое количество техники, которые готовы защищать свою базу, ну понятно, что зеленый игрок должен что-то сделать, он так и не отправил свою армию на защиту своего напарника, скорее всего значит он или просто тупит, или готовит атаку на фиолетового игрока, вот, подлетает пачка вертексов, начинает уничтожать ПВО на базе синим игрокам, его напарник на это никак не реагирует, хотя мог бы вылететь, пойти подловить зеленый истребитель, который сейчас скорее всего захотят ловить его товарища, вот, появляются зеленые вертексы, подлетает сейчас оранжевый игрок, но вертексы, кажется, улетели зеленые, нет, они летают, чуть ниже правее где-то сейчас пролетели в мини-карте, видно, вот еще один пролетает мимо, но автор и его напарник вообще как-то не реагируют особо на появление истребителя противника, просто пытались уничтожить штаб в 4 уровне, в итоге было потеряно личное количество истребителей, участие из них закончилось топливо, они вернулись на базу, ну в целом тоже урон какой-то нанесли, сейчас отправляется Зевс-разведчик, обнаруживает пехоту противника, ну в принципе до этого было видно, что там стоит пачка из Зевса, что маяков, вот там ракетные установки, ПВО на базе, пробивать будет трудно, в конце этого игрок даже сделал циклона для разведки, видимо местности, понимать вообще что ждет его впереди, ну зачем тогда разведывать Зевс, мне тоже не очень понятно было, вот, ну и синий игрок живет, завод щита есть, тайфуны сделаны, вертексы уже не так страшны, и потихонечку можно отстраивать наземку, тем более что оренджер-фиолетовый игрок не воспользовались возможностью добить синего игрока сразу до заказа, потому что скорее всего испугались, то что зеленый игрок бездействует как-то, наверное сейчас нападет на фиолетовый, фиолетовый, решили не рисковать и накопить армию побольше, потом уже поражать кого-нибудь из них, потому что все же преимущество сейчас на стороне нижних игроков, производится тайфуны и говорит командует фиолетовый игрок, что атакуем, атакую точку Е, то бишь зеленую базу, сейчас на базу кроме по игроку что-то прилетело, уничтожается авиазавод, да, неплохой прием, но сейчас походу его подловят, или не подловят, не, не подловят, все же зеленый верток возвращается на базу потерь, при этом уничтожает авиазавод, у оранжевого игрока было два аэродрома, с которого он базировал свои стремители, вот авиазавод был всего один, теперь он до заказа стремитель делать не сможет, ну в принципе это не так, уже важно, синий игрок уже не успел накопить армию себе для того, чтобы как-то помочь своему напарнику, вот, а здесь два игрока будут убивать одного, здесь знаете, что могло спасти зеленого, если бы синий игрок быстро сделал щит и отправил его, ну, к зеленому игроку на базу, потому что у нижней команды щита я не вижу на этом фланге, вот, а у противника, если был бы щит, то, ну, как бы его армия увеличивает их живучесть где-то там в два раза, ну, может чуть поменьше, зависимости от ранга, но в целом щит дает прям реально преимущество, а вот, кстати, появляется щит от оранжевого игрока слева, просто поздно подъехал, ну да, тогда шансов уже не оставалось у верхней команды, и в итоге начинает относиться база зеленого игрока, он себе свои зевсы потерял, пехота тоже уничтожена, тайфунов приличное количество, там только ракетные установки отстреливают зевсы, еле живые, сейчас еще, наверное, один будет уничтожен, да, кстати, ракетка всего лишь два залпа, раз, два, да, немощная ракетка, вот был бы это 24 ран, где ракетка стреляет там очень далеко, и еще 4 ракеты, причем с перезарядкой быстрее, чем 2 ракеты, вот это, конечно, прям вот мощное оборонительное сооружение, только, к сожалению, оно не умеет само стрелять в туман, так бы вообще было бы классно, да, скажет большинство игроков в конфидерации, вот, но, что поделать, баланс такой, пробивается в итоге база зеленого игрока, как видим, подлетает еще вертекса, но я думаю, тут уже на самом деле особо ничем не удивить, ну, только вопрос, что делает синий игрок, он уже мог принести некоторое количество наземной техники, помочь отбиться своим товарищам, вот, в принципе, я вижу пехоту, кажется, сверху, да, производит на тяжелых штурмовиков, но все же сейчас до заказа, они должны дожать своих оппонентов, вот, игрок, который прислал мне вот это видео, мы его публиковали, прокомментировали, ну, через личное сообщение я отправлю промокод на 40 обычных карт умения командира, о том, как отправить мне свой видос, я уже вам рассказал, но говорю сразу, не обижайтесь, если видео будет не опубликовано, потому что буквально вчера я опубликовал новость о том, что видео можно будет отправить, уже около 7-8 видео отправили, и из них, по сути, только два я могу опубликовать, потому что остальные просто не подходят, или по условиям, или скидывают видео из ютуба, кто-то вообще угарнул, скинул мое же видео из ютуба, типа, публикуя это, ну, смешно, конечно, получилось, вот, качество, качество видеозаписи должно быть, бой должен быть интересным, то есть вы ориентируйтесь на то, что, ну, стоит, не стоит тратить ваше время, чтобы управлять видео, если бой реально такой интересный, прям эпичный, вы сами это понимаете, можете качественно все записать, приложить все данные, которые я прошу, их можно узнать по форме в описании, то отправляйте, проследить за ходом того, что будет с вашим видео, можно по второй ссылке в описании, называется таблица Google статус видео в данке Дир, там я раз в несколько дней буду заходить, добавлять видео, которые вы мне отправили, отправили, отсматривать их и ставить статус, что будет опубликовано, а что не подходит, то есть вы отправили видео, через пару дней зашли, в таблицу посмотрели, увидели, что я ваше видео увидел, что оно мне пришло, но оно, примеру, не подходит, потому что был не убран водяной знак, снизу справа, допустим, ну, не цифры вот эти, игровые, а другие водяные знаки, которые закрывают большую часть экрана, ну, и, как бы, в следующий раз старайтесь, примеру, убрать этот водяной знак, и бой, возможно, будет опубликован. Вот, на связи был Данки, подписывайтесь на канал, ссылки все будут в описании, автору спасибо большое за видеоролик, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok